Канули в лету. Римская власть укрепляет свой авторитет в Кейсарии. Город становится резиденцией римских наместников. Действующий порт гарантирует жителям пропитание и работу. Порт и стена страдают от штормов и подземных толчков. Но город по-прежнему высится, словно магнит притягивая иудеев, христиан и язычников. Еврейская община Кейсарии становится одной из самых влиятельных в Палестине. Множество людей учатся мудрости в основанных ей школах. Для жителей Кейсарии построены новые места развлечений, спектакли и колесничные гонки, собирают огромное количество зрителей. К 4 веку нашей эры Римская империя распадается. Вместо нее на востоке возникает Византийская империя. Это новая глава в истории Кейсарии. Она обнесена новой прочной стеной. Гладиадарские бои запрещены, но жители и гости города могут насладиться зрелищем колесничных гонок. Город остается деловым центром. Прилавки базаров ловятся от оливкового масла и отборных вин. В городе процветает торговля. Официальной религией Византийской империи становится христианство. На месте разрушенного храма Августина и Ромы высится восьмиугольная церковь потрясающей красоты. Она украшена со свойственной всей эпохи роскошью. Между тем, природные силы одерживают верх над рукотворными сооружениями. В городе происходят сильные землетрясения. В основании порта образуются трещины, и его постепенно затапливает вода. Византийская кейсария, один из богатейших укрепленных городов на святой земле, сдается мусульманам. Новую мечеть украшает ряд колонн, из-за которых открывается вид на море. До нее на этом месте стояли римский храм и византийская церковь. После того, как порт затонул из-за землетрясения, кейсария вымирает. От нее остаются залежи мрамора. В XII веке в Кейсарию снова приходит война. Христоносцы, прибывшие из Европы, одержимы целью отвоевать священные для христиан города. Эта война пробудила кейсарию ото сна. В гавани был построен новый причал. Вокруг города крестоносцы возвели новую защитную стену. Но битвы крестоносцев с мусульманами, не прекращавшиеся 200 лет, истощили и разорили святую землю. 1265 год. К стенам Кейсарии приближается большое, мощное войско. По главе его султан Бейбарса. На третий день бою в войско врывается в друг все вокруг себя смерть. Впервые за свою историю Кейсария оказывается разрушенной до основания. Султан Бейбарс не успокоился, пока не сравнял Кейсарию с землей. Кейсария постепенно уходила в небытие, превращаясь в призрак мечты, породившие ее. Но история Кейсарии не завершилась на этом. Город, порожденный мечтой царя Гирода Великого, восстал из небытия благодаря мечтателю нового времени, барону Эдмону Бенджамину де Ротшиду. Он выкупил земли Кейсарии для того, чтобы Новый Город стал центром туризма, культуры и отдыха. Он вернул Кейсарии былое процветание. Она ожила и наполнилась голосами.